Привет, зрители! Сегодня с вами Toyota Fortuner с новым турбодизелем Обновленный автомобиль в режиме антикамера Ох, как здорово, да? Погода помогает нам Кстати, есть и иные средства, которые помогут против камер на дорогах Про них чуть позже Итак, Toyota Fortuner, что же это такое? Все, я думаю, знают, что наиболее выносливый автомобиль в стане Toyota после Hilux Ну, тот для груза, а этот для пассажиров преимущественно Как видите, главное отличие это, ну, вовсе не Кузов универсал, по большому счету А то, что сзади дисковые тормоза и то, что Toyota не сделала даже с Black Onyx Есть у Fortuner и с простым мотором, с бензиновым, имею я в виду Потому что Benz остался прежним, а вот дизель теперь 200 сил и дисковые тормоза в самую масть В остальном, вместительный автомобиль, семиместный всегда, это прекрасно У нас есть масса обзоров на канале, видите, как я вас привлек в мои видео Все, я думаю, знают про то, что, как и почему Поэтому смотрите Benz подробнее в отдельных видео А сегодня трасса, поэтому больше езды, больше мощности И будем проверять 200-сильный мотор в динамичной среде Потому что задний привод, снег, кто-то скажет Ха, а где же полный? Полный включается отдельно Вот и проверим, на что способна ESP Как будет она сопротивляться тому, что постоянного привода, как на Prado здесь нет В этом и главная разница между, по своему счету, Fortuner и Prado Который более люксовый, но Fortuner более серьезный, да Кто-то сказал, подумал, более гандовый Но отчасти эта гандовость такая приятная, да Которая позволяет, ух, я могу и я еду, да Ничего не опасаясь, потому что Toyota делает вещи Да, друзья Ну, а кто-то делает автомобиль, а тут же найдется Астраход, но я отмечу, что, как мой знакомый говорит В общем, Toyota это топ и не зря автомобиль в цене Об этом я и сам говорю, думаю, вы поддержите комментарием И лайком, как и всегда Ставьте свои отметки И канал будет выше, а значит Больше возможностей, больше охвата И больше интересных видео Это прекрасно Перед тем, как начать движение, я отмечу, что с нами сегодня Daokam Combo Ох, как я назвал так Daokam Combo Супер устройство, которое позволяет вам обеспечить Не только съемку того, что происходит спереди Или даже сзади Видите, у меня опциональный кабель есть Сейчас прям при вас его включу Посмотрим, как будет активироваться Да, это интересно Опция и реальное устройство Даже без этой камеры, которая опциональна О чем, кстати, честно написано, Вики Вторая камера из системы парковки опциональна Вот Даже без нее устройство, ну, шикарное По возможностям С модулем GPS С детектором Крутой регистратор, который позволяет Ну, очень долго перечислять, что у него есть Ну, я думаю, вы видите на коробке, да Множество главных функций Ну, и, конечно же Прежде всего, я хочу отметить комплектацию Комплектация устройства невероятна И долго можно перебирать Тут и CPL-фильтр, и кабеля И чехольчик для переноски Это все в тряхе, кстати, надо на самом деле Чехольчик для переноски, инструкция Есть даже специальные части, чтобы проложить кабель Класс, да, и он не свисал Дополнительное устройство Кстати, я не забываю, что это Напишите мне, друзья Что же это такое за пестик, скажем так Тут еще есть Картридер, правда, USB 2.0 Но, тем не менее И Дополнительная шлепка, которая позволяет вам Многоразово устроить Установить, конечно же, устройство Вот Вот такая вот она Это хорошо, это приятно Дао Кам думает о вас Вот дополнительная еще и тряпочка Которая из микрофибра Чтобы все это протирать Чтобы линзы были Всегда прозрачные Не забывайте, это очень-очень важно Очень важно И вот еще CPL-фильтр Тоже отличное решение Нагрузили, что называется, по максимуму Дао Кам комбо Это, друзья, ваш выбор Но Перейти к самому устройству Нужно, конечно же, сделать запуск Запуск Активируем Как вы видите, кстати, видите Сквозной здесь Сквозной разъем То есть можно Подключить что-то еще Не тратится Розетка автомобильная Закрываем крышечкой Включаем устройство Вот ее Отличная возможность Это отдельный, да Магнитный интерфейс Смотрите, как Хоп-хоп-хоп Магнитное крепление Вот это да Запускаем здесь, видите Новую, новую, новую совершенно Новую Многие-то, кстати, ездят Защитная Как будто у них используется Транспортировочная Пленка Но У меня тоже будет для красоты И включаем заднюю камеру Давайте посмотрим, как это работает Как обеспечивает Как обеспечивает Обзор Включил камеру И вот мы видим Прямо сразу же появляется устройство Можно на горячую Включать-отключать И экран Дополнительную часть Четвертиночку Уделяет как раз Камере Которая Для задней полусферы Чтобы, если кто-то у вас там Приближается Вы могли, соответственно Получить об этом Информацию И В последующем Использовать В качестве Доказательства того Что Это не вы кого-то там Не дай бог Ударили Это у вас сзади приехали Это условная Ситуация Которая я вам Сразу же предположила Никому этого не желаю Далее Кроме того Что ты скажешь Ну вот он Ты его отключаешь И Сейчас устройство Уйдет Соответственно в режим Далее Да, тут конденсатор Как устройством работать Если он требует Кабеля питания Отдельно Как видите Кроме самого Разъема Базы Здесь Питания Нет Я вам сейчас расскажу Друзья Как надо Как нужно сделать Для этого У Daocam Открываю Daocam Есть приложение Вот оно Называется Daocam Combo Мы его Активируем Здесь соответственно Уходим Тоже в меню Активируем Wi-Fi Он активируется Отдельной кнопкой Ну чтобы не дай бог Еще к вам не подключался И дальше Вы подключаете устройство Вот видите Оно есть Здесь мы Подключить Жмем соответственно И устройство Подключено Смотрите Класс Класс Восторг Можно им управлять Можно смотреть Нет Отключаться нам не нужно Можно посмотреть файлы Соответственно Здесь В приложении Все есть И основные настройки Основные настройки Представлены Разрешение Классическое HD Full HD Цикл записи Датчик движения G-сенсор Удар Датчик удара Дифликер Громкость звука Включена Выключена Для того чтобы Устройство вам В движении Видите Он сразу же меняет В движении Не говорила Или говорила Тише Выбирайте В общем сами Громкость Громкость очень важна Потому что у нас Порой слишком много камер И разумнее Ориентироваться На Визуальную часть устройства Нежели на что-то там еще Так что Вот так вот Отключаем устройство Окей И опять же Устройство отключено И работает Следующим образом Причем можно выбирать Отдельно Есть горячие кнопочки Автояркость Разные режимы Трассы Ну и звук Присутствует То есть Не только приложение Но и горячие кнопки Это хорошо Вот так Ну поедем Потом я это все Сделаю потише Чтобы в движении Многообилия камер Не мешало В общем Даукам комбо Рулит И позволяет вам Получить максимальное качество При множественной Функции Ну а теперь вперед Ссылки да в описании Естестве Но режим скринсевера Сейчас Видите активен И будем наблюдать За движением Режим драйв Эко кстати Тут отличие от хайлакса Ну хайлакс В кузове универсал Мол да Но здесь Видите Появляется кнопка Спорт Это аналог Пауэрмода На самом деле Но она звучит Здесь уже как спорт Естественно В дизельной версии У нас появляется Что? Появляется возможность Авто ЛСД Давать угла Равно как у халакса Такая вот Приятная Фишка у Тойоты Которая позволяет Раздавать На сленге Подогрев Зоны покоя дворников Задних зеркал Видите У нас тут все Все у нас Прям вот По зимнему Погода Погода Блещет Уже да Стекла только были чистые Уже грязные Поехали Поехали Да А Apple CarPlay Android Auto Конечно же Здесь тоже Представлен Звук Звук Как у Highlights На самом деле То есть Без откровений Ну и потихонечку Будем двигаться Еще не имется Мерседесу тоже Видите Режим Режим тоже Антикамера Вот это устройство Так же Позволяет Знать уже Здесь просто Физически не видно А вот если Номера открыты То приходится Плодняться Надолго Подъезжаю я К стартовой точке Будем сейчас Выезжать На дорогу В заднеприводном варианте Друзья ESP будет помогать Можно конечно Полный привод включить Но тут В данном случае Это не Не нужно Итак Виталий в пол Поехали И тут Самое главное Откровение То что Сзади Дисковые тормоза Они Больше На самом деле Нужны Для Системы ESP Нежели Для торможения В силу Их больше Эффективности ESP Работает Лучше Четче И Дисковые тормоза Плюс Лучшая развесовка Напомню Халакс Иззади кузов И без нагрузки Естественно Неравномерно Спределяется Баланс По естественным причинам Здесь Ситуация иная И автомобиль Спринимается Более таким Собранным По отвлекам Более Приятным В управлении Логично Универсал Плюс Задисковые тормоза Это хорошо Добавляются У нас кстати Тоже У Блэк Оникса У Халакса Нет Почему-то Подливых переключателей Выбора Передач А вот у Форченера С дизелем Они есть В общем-то Ничего так Правда Кто-то скажет Цена тоже Почти по 3,5 ляма Ну да Это же Тойота Ну а мы Ускоряемся Вперед Идем по трассе Как всегда Задний привод Задний привод Друзья Партайм Классический Никак это не мешает Уверенно двигаться И набирать ход Новый Турбодизель Тянет Прекрасно Прекрасно Вот слов нет Я скажу так Прибавка Очень существенная Неожиданно существенная Я бы сказал так Потому что Вроде бы Вроде бы Да Там был 177 сил Стало 200 Да Вот у нас Просыпается устройство И говорит Камера Стрелка написана Не забывайте Обновлять устройство Тоже через приложение Это делается Стрелка впереди Мы идем вперед Спидометр показывает 130 Реально около 120 В общем есть у вас запас Для того чтобы Не нарушать Скоростной Режим Ну и двигаемся вперед Вот стрелку проходим Едем дальше Идем вперед Прибавляем педаль Форшнер с новым дизелем Конечно да Динамика улучшилась И 25 сил Казалось бы Мало да Но по большому счету По большому счету Да По большому счету Ситуация такая Что Этот дизель Работает намного Интереснее Чем прежний Вариант Как бы Как бы это странно Не было И как бы Удивительно Не звучало Потому что В целом В целом Прибавка Конечно да Прибавка Незначительная По цифрам Но серьезная По ощущениям Прям Сразу машина Поехала лучше Сразу динамика Улучшилась Думаешь Ну так что Сразу нельзя было Так делать Да То есть Вместо тех же 15 секунд Там машина Начинает ехать Ну не 10 у меня Да У меня 11 Но летом Я думаю Будет под десяточку Надо будет проверить Обязательно Потому что сейчас В таких условиях Я не свой стенд ролик Вы не могу Проявить Да Ну Всюду Слякоть Грязь Скользкость И вот Некоторые Ограничения У меня есть По Сложению Испытаниям Но трасса Трасса наша Любимая Она никуда Не девается Мы на ней Вовсю Идем И наслаждаемся Движением Наслаждаемся Возможными Казалось бы Моноприводного По умолчанию Но без труда Преодолевающего Подобные Дорожные условия Дайота Форчина Я же да Хочу сказать Что ну Если вы хотите Вы можете задействовать Полный привод Но до соточки До соточки Надо заранее Заблаговременно Его активировать И дальше Уже Двигаться В данном случае Пока места Возможности Монопривода Хватает Но Будет снега Побольше Тут уже Да Придется Преимущественно Ездить В максимальной Конфигурации Со всеми Ведущими колесами И большим Расходом топлива Смотрите У меня получилось 11.6 У Халакс Получалось Там 14 Да Под 14 Вот Вот удивительно Да Разница Серьезная И она не только В обтекаемости Да А еще и связана Конечно же Тем что В Варианте Монопривод Машина потребляет Существенно ниже Существенно ниже И В общем Имейте ввиду Друзья Если Придется По Слякоти Ездить С полным Приводом Расход Существенно Увеличивается Ну а тогда Дизель Огонь С одной стороны Очень похоже Едет Получико На Халакс С другой стороны По плавнее Работает Коробка Уж не знаю С чем это связано Нужно Прошит Считывать Смотреть Что да как Потому что Ну реально Очень похоже Да Опять же В эко режиме Любят После 80 Уходить В нейтраль Чтобы экономить топливо То есть Ниже 80 падает Скорость Только хоп Торможных двигателей Нет Почему А потому что Топливо экономят Но выше все нормально Есть спорт режим Конечно В этом варианте Вы можете все пофиксить И все сделать правильно Заходим Поворот Спорт режим Как Без труда Без труда Одним руком Да Естественно Одной рукой Ожидать Какого-то Суперотлика По рулю Не приходится Пускай И передняя Подвеска Независимая Тем не менее Все равно Усилие на руле Назительно условное И Никакого там Кристального Отлика От движения Нет Ну зато ты чувствуешь Что вот Это да Едешь по неровностям Ох Хорошо идет Да В руль Пытается Пытается Так слегка Что-то отдать Но Toyota Справилась С биением Которое присуще Л200 Или там Паджеро Спорта К тому же Димакс В меньшей степени И В руль Не отдает Хочет Но не может Как говорится В общем Взяли в узду Эту систему Отдачи В руль И все У Форчина В этом плане Хорошо Едем дальше Двигаемся Вперед Аккуратно Потому что погода Очень неприятное Все Подтаявшее Из-за дорожников Минус 3 Можно На неброполный участок Попасть И прям Прям налететь Очень серьезно Видите В спорте Прям пушит Дизель Трансмиссия Оборотов Побольше И весело Мы идем Через неровности Подвеска Действительно Жесткая Но Ее Наконец Как раз И является Той самой Платой За жесткость Максимально Едешь Весело Прыгаешь По неровностям Думаешь Пофигу Пофигу Пускай и чувствуешь Эти самые неровности Но Ощущение Того Что ты Легко Проскакиваешь Они прям Серьезно Прям Серьезно И Листят Тебе думаешь За рулем Тойота Возможно Все Возможно Все И Как вот Как вот Я хочу Ехать по дороге Так хочу Мне не надо Судорожно Если я ему Проскочил Как там рулем Крутить Прям еешь И дальше Тойота Ну видим Да Динамично Я разгоняюсь В моноприводном варианте Дизель Дизель Да Дизель Поехал Безусловно 200 сил Жаль что Нету Нет варианта Еще мощнее Да Это уже прерогатива Прада И еще Момент Да В Прадо Конечно же Конечно же Сейчас такая ситуация Сложилась Достаточно Спорная Спорная Для потребителей Которые там Да Серьез Выше Больше Сильнее Получается Что Прада Еще Более Дорогой И Престижный Он Менее Динамичен Из-за Постоянного Полного Привода Даже Несколько Масса Да Масса Примерно Динаковая А Постоянный Полный Привод Естественно Отнимает Энергию Мотора Да В любом Случа Потери Больше По Движению Даже Больше Проявляется Чем больше Скорость Тем больше Потери Естественно Машина Менее Динамична И Тот Случай Когда Форчинер Более Доступный Опять же Условно Он Быстрее Чем Более Крутой Прада Ну Естественно Дизель С таким Же Мотором Поэтому Я На Местной Все Прада Б Предложил Особую Дополнительную Форсировочку В 225 Коней Ну Что Владелец Прада Он Чувствовался Более Крутым Ну Дурацкое Как говорится Глупое Желание Но Оно Естественно Оправданно Мол Машина Высшим Ставит Абель Аран Значит Ты должен Быть круче Ну Либо Если Ты хочешь Быть круче Конечно Так Ты Мотор 2.7 Есть У того И другого Но Увы Увы Нет Мощнее Версии Прада Поэтому Владелец Стофорч Быстрее Чем Прада И он Очень Крут Посмотрите Начинается У нас Участок Контроль Средней Скорости Поближней Чтобы было Видно Это Очень Важная Функция Система Даокам Комбо Работает Не только По Детектированию Объектов Она еще И Замеряет Как ты Едешь Между Камерами Которые Самую Подлую Схему Используют Средней Скорости Это Самая Подлянка То есть Скорость Средняя То есть Ты можешь При необходимости В принципе Превысить Скорость Система Отсмотрит Да Вот смотрите Она пишет При превышении Меняет Свет И Пишет Я специально Голосом Озвучиваю Для того Чтобы Вы понимали Если не видно За свет Еще что то Как понять Я не могу Гарантировать Вам Надлежащее Качество В таких Погодных Словиях На машине Ничего не видно На приборе Тем паче Впрочем Активирую Погром Сейчас сделать По движению Форчина Грубоват Ну Считайте Хайлакс Только Адаптированные Больше Для пассажиров Сзади Пружина Плюс Дисковые Тормоза А в целом Ну Очень Очень Аж Похоже Очень Похоже Так что Выбирайте Да Если вам Нужно Долбить Вот Порчина Для вас О Видите Как Полная Полная Да Полная Вакханалия Это Называется Максимально Максимально Будут с вами Такие 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 Дороги Которые Оплачивают Бесконечно Не знаю Что сказать Просто Даже Даже Язык Не поднимается Уже Говорить Еще Средняя Скорость Сделайте Сделайте 150 И мы От вас Отстанем Сделайте Логично Но Это Невыгодно Это Невыгодно Дорога Которая Позволяет Легко Ездить Там 150 Даже Больше Больше Нецелесообразно Да Поэтому Ну Сами Понимаете Директивировал я Модуль Громкости Да Укам Поможет Конечно Вдруг У вас На знакомом Маршруте Возьмут И поставят Камеру Средней Скорости Что вы Будете Делать А так Хоп Да Укам И Все Окей Нужаем Ехать На Форченере И Двигаться Вперед Через Отечественные Нечистоты Конечно Ужасные Просто Просто Ужасные И Кошмарные Отечественные Нечистоты Но Автомобиль Справляется На ура Да Как идет Легко Ровно Пряменько Вот Тойота Как прямой Да Держит Вот так Легкая Волнение От Колейности Ну Незначительно Совсем Позволяет Легко Автомобиль И Двигаясь Даже В напряженных Поворотах Без Труда Напомню Кто считает Что Задний Привод Недостаточно Хорош Вы можете Всегда Снизить Скорость И Включить Полный Единственное Что Случится Ну Чуть Чуть Больше Изнов Шин И Соответственно Больше Расход Топлива А так Пожалуйста Активируйте Полный Привод Все Теперь у вас Максимальная Тяга Под колесами И вы можете Чувствовать себя Еще Увереннее Да Конечно Форш С трансмиссией От Прада Был бы Очень Интересен Но Тойота Знает Что Делает И Если вам Нужен Прада Вы должны Брать Прада А не Форш Все Так Вот Четко Идем Далее В целом Рассказал я вам Про Возможности Автомобиля Показал Все Знакомо Все Известно Слава Богу Apple CarPlay Android Авто Есть И Едет Достойно Даже Переметом И Непонятно Чему Под колесами Несмотря на Порт Тайм Новый Дизель Хорош И Приятен Ну Вот Так Такая Вот Езда Что Называется Такие Вот Дела Смело Выбирайте Подобный Автомобиль Потому Что До Тойота Это Цена 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 Которая Сохраняется И Работает Я с вами Буду прощаться Дорогие зрители Мы с вами Проехали Оценили Ощутили Еще Я думаю К Форченеру Вернусь Скорее всего Летом Уже Что-то На стенде Проверить Дивилек По Оффроуду Может Покатать Какому-то Более Интересно Ну А это Мы проверили Трассовые Возможности Обновленного Дизеля Да Действительно Нам Намного Интереснее Приятнее По динамике Да Летом Максимальную Скорость Можно тоже Показать То есть Повод В принципе Есть Поговорить Про автомобиль Но Это Будет Летом На этом С вами Прощаюсь До встречи Пока Как всегда Рад вам Далкам По ссылочке В описании Ну и Забывайте Мне поставить Комментарии Лайки Работают Для вас Прокатываю Автомобили В настоящих Условиях Порой Для нашей Страны Невыносимых Пока Дорогие зрители